Вы знаете, мы уже привыкли к тому, что вот наш лидер выходит на прямой диалог. Нигде в мире, а может даже в галактике нет такого примера, чтобы глава государства так вот напрямую общался с народом в прямом эфире. И все это не заорганизовано, все это в общем экспромты. Вот, поэтому, значит, что меня вот, что меня резануло так не очень приятно, не понравилось, да? Вот, самое начало пресс-конференции, когда такой очень кричащий блок медицины, здравоохранения, да, и классные корреспонденты, значит, я не буду их имена называть, они за неделю поехали, могли бы заснять все то, о чем они рассказывали на пальцах, что здесь очереди, что люди томятся в очередях, не могут к врачам попасть. Вот, и они это видели все, ну и засняли бы, а чего-то они с прямой камерой ходят по пустым совершенно коридорам, клиники куда-то, все попрятались, значит, регистратура, говорят, да, нет, вот, люди сразу попадают, то есть не получилось правды. И мне кажется, что вот самым острым, даже министр здравоохранения, ну не очень была остра в этом плане, самым острым был Путин, потому что он готовился к острым проблемам, он знал, что это самое главное кричащее, одна из самых главных кричащих. Да, но тем не менее, был еще и пресс-подход, на котором вы тоже задали вопрос президенту, почему Россия так слабо реагирует на усиливающиеся обстрелы Донбасса. Вот давайте послушаем ответ президента и буквально вот несколько минут этому делим. Вопрос не в слабости, либо в силе, вопрос в том, что мы хотим дать тоже новому украинскому органству шанс на то, чтобы все-таки выйти на траекторию решения проблем, а не усугубления этих вопросов. Почему этот вопрос был задан? Значит, ну, я надеюсь, что у нас, ну, это прямой эфир, но все свои, да, вот, как бы в эфире. Я открою такую тайну, что я два раза этот вопрос задавал. Первый раз я Владимиру Владимировичу задал, он стал о паспорта говорить там, стал говорить о гражданстве и, ну, то ли сделал вид, ну, как своим вам объясняли, что забыл, то ли, и это я второй раз уже задаю вопрос, почему Россия не проявляет. Почему это, ну, потому что я сам был 9 раз в Донбассе, и у меня это болит, и у меня связь такая очень прямая с ним, меня это очень беспокоит. Вот, собственно, поэтому это, можно сказать, корыстный мой вопрос, корыстная моя цель спросить президента именно об этом. Да, но мы видели, что происходило на экране, что за рамками экрана было очень душно, жарко. Как вообще там звезды себя чувствовали, которые сидели? Да нет, я бы не сказал, что там сильно душно, там так ветерок. То есть кондиционеры работали? Да, там работали кондиционеры, вот, и ветерок, в общем, ну, нормально, нормально. Нет, никто там, жарко, может быть, было от вот этих проблем, вот от острых. Кстати, по поводу проблем, наши радиослушатели спрашивают, отправляя, вот сейчас сообщение приходит на WhatsApp и Viber, а что происходит с теми вопросами, которые не прозвучали? Вот 2 миллиона вопросов, из них было задано 81. Мы про это несколько раз уже писали, и писали про зеленую папочку, которая у президента, ну, она бывает разная, она цвет меняет, но содержание не меняется. И я сегодня разговаривал, например, с Андреем Никитиным, который не сразу взял трубку, это губернатор Новгородской области, он сидел, ерзал, я ему написал смс-ку, возьмите, пожалуйста, Андрей Сергеевич. Вот, и он говорит, что если даже сегодня не прозвучит, мы обратимся в администрацию к организаторам этой прямой линии и попросим все вопросы, которые касались нашего региона. Если бы даже он бы не взял, мы все равно бы их прислали. Президент все равно рано или поздно возвращается к этой теме, к этой проблематике. Спасибо, с нами в студии был политический обозреватель комсомольской правды Александр Гамов. Он находился все 4 часа в гостином дворе, где, собственно, и откуда, собственно, и шла трансляция прямой линии с президентом. В новом начале прямой линии президент отметил, что главная проблема россиян – это уровень жизни и падение реальных доходов. Первый вопрос задал пожарный из Калининградской области. Он пожаловался на низкую зарплату, получает всего 16 тысяч рублей. Президент отметил, что эту проблему будут решать уже в ближайшие годы. Глава государства рассказал, что реальные доходы граждан сокращались в течение нескольких лет, однако теперь начали расти. Увеличивается и средняя номинальная заработная плата. Если два года назад она составляла 33 тысячи рублей, то в этом году около 45 тысяч. И такое повышение коснулось миллионов человек. Что касается заработных плат, смотрите, что там происходит. Рост есть и в номинальном выражении, и в реальном выражении. Мы повысили минимальный уровень размер оплаты труда, повысили его до прожиточного минимума. Кстати говоря, в первом случае при повышении заработной платы это коснулось 44 миллионов человек. И в этом году мы проиндексируем денежное удовольствие военнослужащих. Президент подчеркнул, что одна из главных задач государства повысить уровень жизни пенсионеров. По словам Путина, индексация пенсии по старости в этом году составила больше 7%. Обеспечение пенсионеров нормальным доходом это один из приоритетов государства. И безусловно мы будем за этим следить. Вот в этом году индексация пенсии по старости страховых составила 7,05%. При инфляции прошлого года 4,3%. Это первое. Второе. С 1 апреля текущего года мы повысили на 2% государственные пенсии и социальные пенсии. В связи с ростом прожиточного минимума пенсионера. Затем с 1 октября текущего года будут повышены пенсии военным пенсионерам на 4,3%. Одновременно, как я уже сказал, с повышением денежного удовольствия военнослужащих. В общем и целом мы двигаемся по этому направлению. Видим эту проблему и безусловно будем ее решать. Президент отметил, что решить проблему низких реальных доходов помогут национальные проекты. Это то, вокруг чего строится вся наша работа сегодня. Собственно говоря, работа строится вокруг человека, но для того, чтобы добиться максимального результата для наших людей, для наших граждан, для развития экономики, мы организовали работу в рамках так называемых национальных проектов. Конечная цель всех этих мероприятий заключается в том, чтобы поставить экономику на новые рельсы, сделать ее высокотехнологичной, повысить производительность труда и на этой базе поднять уровень жизни наших граждан, обеспечить безопасность нашего государства на длительную историческую перспективу. Поэтому мы разделили все эти направления не по степени важности, а по степени того, что должно следовать за другим, имея в виду распределение ресурсов. Это была большая работа. Прежде всего нам нужно было понять, за счет чего мы будем добиваться этого результата, где источники финансирования тех мероприятий, которые должно обеспечить государство. Результаты реализации нацпроектов должны чувствоваться уже в этом году, сказал президент, и подчеркнул, каждый министр несет за свое направление личную ответственность. Много вопросов было о здравоохранении, о закрывшихся поликлиниках, качестве обслуживания. Ну, например, жители Смоленской области пожаловались на невозможность записаться на прием в детскую поликлинику. В Псковской области люди не могут попасть к онкологу, и везде одна проблема – нехватка специалистов. Отвечая на эти вопросы, Путин сказал, что трудности есть, но в целом здравоохранение в стране развивается. Несмотря на проблемы, а проблем здесь много, как в любой отрасли, которая напрямую касается людей, работает с людьми и помогает людям, проблем очень много. Но, в принципе, отрасль развивается. Основные вопросы, которые мы должны решать, на что мы должны обратить внимание особое. Первое – это доступность первичного звена здравоохранения. Второе – это специалисты, дефицит специалистов. И третье – лекарственное обеспечение. Их много вообще, больше, чем эти, но третье, я считаю, основные. Действительно, в некоторых регионах Российской Федерации мы наблюдаем снижение первичного звена в виде амбулаторных отделений. И, конечно, я прошу и министра здравоохранения на это обратить внимание, в диалоге с коллегами в регионах, и самих руководителей этих регионов. В ближайшее время планируется строительство 390 новых ФАПов и ремонт 1200 имеющихся, ну, ремонт такой солидный, капитальный. Затем в малых населенных пунктах развивается мобильная медицинская помощь. В ближайшие три года планируется еще запустить работу примерно 1200 таких мобильных бригадов. Нужно ли либерализовать эту сферу деятельности? На мой взгляд, нет. Потому что угроза для страны, для нации, для нашего народа очень велика. И поэтому, если человек хранит незаконно, перевозит, транспортирует, значит, распространяет даже небольшие объемы, дозы небольшие, нужно нести за это ответственность. Никакой либерализации здесь быть не можем. Другое дело, что нужно наладить контроль за деятельностью правоохранительных органов, чтобы не было никаких правонарушений с их стороны, чтобы не было отчетности и ради галок, чтобы людей в тюрьму не сажали, чтобы не было таких случаев, как с журналистом, о котором вы упомянули. Думаю, что я поговорю еще и с Генпрокуратурой, с ФСБ, с Министерством внутренних дел, может быть в системе собственной безопасности МВД создать особое отдельное направление, которое бы контролировало эту сферу деятельности. Ну и ФСБ не мешало бы этим поплотнее заняться. К прямой линии прислали много вопросов о коррупции. Владимир Путин рассказал о своей реакции. Он признался, что нет печатных слов для выражения негодования и подчеркнул, что дела о коррупции надо доводить до конца и происходить это должно публично. Во-первых, конечно, я чувствую ответственность за это безобразие. Если бы я не чувствовал, вы бы ничего не знали. Так же, как происходит и в некоторых странах до сих пор, так же, как у нас бывало. Ведь, вы знаете, все время встает альтернатива. И часто мне говорят, может быть, мы это прикроем, может быть, это закроем, потому что будут вопросы, подобные вашему. И у меня всегда на это только один ответ – нет. И если мы имеем дело с преступлением, с коррупцией, с наживой за счет граждан, то, во-первых, мы должны это всегда доводить до конца. И, во-вторых, это нужно делать гласно. И мы будем делать и продолжать делать гласно. Откуда они берутся, эти деньги? Ну, понятно, из коррупционных схем, из бизнеса. Кстати, сказать, здесь, как правило, обе стороны виноваты. Одни тащат, другие берут. Значит, есть взятка датель и взятка получатель. Так и в законе прописано. Куда они уходят? Доход государства, разумеется. И, конечно, чиновники вообще, представители правоохранительной сферы находятся в особом положении. И с них будет всегда особый спрос. Вопросы на прямую линию можно было присылать по СМС. Сообщения отображались на экранах. И одно из таких привлекло внимание президента. Когда же чиновники начнут получать столько, сколько зарабатывают рядовые сотрудники? Уменьшать зарплату министров и глав госкомпании, госучреждений нельзя из-за риска потерять профессионалов, ответил Путин. Мы представим себе, что министр будет получать как рядовой работник. Но вот как бы ни было, я говорю об этом с болью сердца, мне бы очень хотелось помнить известную шутку. Мы должны работать не для того, чтобы не было богатых, а для того, чтобы не было бедных. Мне бы очень хотелось, чтобы доходы рядового работника повышались. В чем может быть засада, если мы сейчас просто возьмем и резко понизим уровень заработной платы чиновников, министров или даже руководителей крупных государственных компаний? Мы просто не найдем достаточно квалифицированных кадров. Они все разбегутся по частным конторам или за границу уедут. И в конечном итоге это отразится на благосостоянии страны и этих рядовых работников, о которых мы говорим. Потому что не будет приниматься эффективных решений. Президент зачитал еще один вопрос, куда ведет нас эта банда патриотов из «Единой России» и дал развернутый ответ. Когда люди берут на себя ответственность, в том числе за принятие не очень популярных, но чрезвычайно нужных в стране решений, это значит, что это зрелые люди, которые ставят своей целью, целью своей жизни, целью своей политической карьеры, укрепление страны и улучшение жизни людей в конечном итоге. Я не буду называть бандой тех людей, которые были у руля в 90-х годах, но хочу отметить, что за это время у нас полностью развалилась социальная сфера, промышленность, оборонка. Мы утратили оборонку. Мы практически развалили вооруженные силы, довели страну до гражданской войны, до кровопролития на Кавказе. И поставили страну на грань, утрата суверенитета и развала. Конечно, далеко не все люди, которые работали в 90-е годы, несут за это ответственность, но наверняка, если ведь это произошло, то есть и такие, которые за это ответственность должны нести. Я повторяю, не хочу называть их бандой, но это результат их работы. Один из вопросов президенту звучал так. Понимает ли он, что с экономистами из 90-х прорыва не будет? Во-первых, у нас нет экономистов в 90-х сейчас. Где они? Назовите хоть одну фамилию. Разве это только Алексей Леонидович Кудрин? Да и тот перековался, он уже, по-моему, дрейфует в сторону Сергея Глазьева. Поскольку хочет распечатать нашу нефтяную кубышку и говорит, что нужно отсечку нефтяных доходов увеличить. Но, правда, ему тут же его коллеги, почти ученики, тапонируют и говорят о том, что это приведет к инфляции и так далее. Но они пускай поспорят, но у нас реально нет никаких экономистов в 90-х годах. Какие-то идеи, может быть, монетаристские, они, да, присутствуют, мы это видим, но нет экономической системы в 90-х годах. Почему? Ну, во-первых, у нас нет такой инфляции, как это было, 30 с лишним процентов. У нас нет таких долгов, которые были, зашкаливали. У нас нет зависимости от МВФ. Наоборот, наши золотовалютные резервы растут, они сейчас уже превысили планку 500 миллиардов долларов и продолжают расти. У нас нет долгов, у нас есть, к сожалению, единичные случаи, связанные с несвоевременной выплатой заработной платы, даже с долгами. У нас ничего подобного нет из того, что было в 90-х, когда по полгода не платили зарплату. Денежное удовольствие военнослужителю не платили месяцами. Единственным источником существования часто оставалась пенсия. Да и ту не платили своевременно. Владимир Путин пообещал лично контролировать ход мусорной реформы. Этот вопрос, как и предполагали, стал одной из тем прямой линии. Президенту показали присланные фотографии из Ростовской, Нижегородской и Свердловской областей, на которых запечатлены горы мусора. Путин сообщил, что результаты изменений люди должны видеть сейчас. Это не тот случай, когда нужно оттягивать лет на 20. Роман Дмитриев из Омской области рассказал, что в частном секторе, где он живет, мусор вывозится раз в месяц, как и до старта реформы. То есть ситуация не изменилась. При этом тариф на обращение с коммунальными отходами вырос с 90 рублей в месяц до 266. Путин ответил, что такого происходить не должно. И описанная ситуация требует дополнительной проверки. Однако отчасти, сказал президент, рост тарифов на вывоз мусора неизбежен. Никто раньше вообще не считал, сколько стоит вывоз мусора. Это первое. Во-вторых, сегодня никто не хочет, чтобы рядом с домом были какие-то свалки или полигоны. Значит, приходится их везти подальше. А это тоже деньги. Транспорт надо использовать, горючку надо потратить на это и платить водителям и так далее. То есть это действительно может быть дороже. У нас такая программа есть. Она рассчитана на несколько лет. Она предусматривает строительство 200 комплексов по переработке мусора. Общий объем финансирования чуть больше 300 миллиардов рублей. Примерно одна треть из бюджета. Все остальное это средства, которые должны быть привлечены из бизнеса. Но вот эти средства из бюджета, они заложены в бюджет. И мы обеспечим это финансирование. Глава государства поручил Федеральной антимонопольной службе обратить внимание на проблему в целом. Не обошли вниманием и вопросы внешней политики президента спросили об антироссийских санкциях. Если Россия со всеми помирится, что это даст экономике? Путин отметил, что мы понесли убытки, но больше от этих ограничений страдает Запад. Ну и, разумеется, спросили президента об отношениях с Украиной, о ее новом главе. И Путин ответил, что следил за творческой карьерой Владимира Зеленского, но тот теперь должен понять, что находится не в комедии. Талантливый человек. Я помню его выступление на КВНе в Москве где-то в 2000-х годах, в середине где-то, по-моему. Все это было талантливо и смешно. Но то, что мы сейчас видели, не смешно. Это не комедия, это трагедия. И если уж он оказался в том месте, где он сейчас находится, стал главой государства, то нужно эти проблемы решать. Тем более, что в ходе избирательной кампании он об этом неоднократно говорил и, собственно, сделал это ядром всей своей избирательной кампании. Но сейчас что происходит? Вот, будучи за границей, в Париже, по-моему, да, он заявил о том, что не собирается разговаривать с сепаратистами. То есть с представителями вот этих самых непризнанных республик. А как тогда решать эту проблему? В современной истории нет ни одного примера, когда конфликты подобного рода решались бы без прямого диалога между конфликтующими сторонами. Это просто невозможно. Более того, обстрелы со стороны ВСУ увеличились. Ну, а говорилось-то о том, в ходе предвыборной кампании, что они прекратятся. Говорилось о том, что будет прекращена блокада. Это прямое нарушение минских соглашений, которые говорят о том, что нужно восстановить хозяйственные связи ЛНР-ДНР со всей экономикой Украины. Ничего же не делается. Блокада только усиливается. Ничего не происходит. Поэтому шаги навстречу – это самое простое. Нужна политическая воля со стороны украинского руководства. Действительно, мы совсем недавно ввели такую меру поддержки, которой раньше никогда не было. Мы начали выплачивать деньги семьям, где появился первый и второй ребенок. Ну, на второй ребенок у нас маткапитал был, на первого никогда не было такой меры поддержки. Сегодня семья имеет право на получение этой поддержки в объеме 10 тысяч в среднем. Просто прожиточный минимум ребенка. С 1 января 2020 года распространим эту меру поддержки не только на семьи, где полтора прожиточных минимума на человека, а на те семьи, где два прожиточных минимума на человека. Если около 45 тысяч семья получает, то она тогда получит право на выплату в объеме на одного прожиточного минимума ребенка по региону. В среднем это 10-11 тысяч. Ну, на мой взгляд, это, в общем-то, неплохая поддержка. Вот это первая мера – от нуля до полутора лет. А вот от полутора до треха – эта категория как бы у нас семей выпадала. Ну, не выпадала, а получали 50 рублей. Мы будем выплачивать деньги семьям, тоже по нуждаемости, в зависимости от дохода, которые имеют детей от полутора до трех лет, тоже в размере прожиточного минимума ребенка. Я считаю, для себя и до мной это решение принял, мы должны будем распространить это на все семьи, у которых доход 2ПМ. Вопрос о выплатах в 50 рублей прозвучал от молодой мамы Екатерины Кирилловой. Она сказала, что эта сумма выглядит как насмешка. Не лучше ли такое пособие совсем отменить? Сама Екатерина не относится к категории малообеспеченных. На ее странице в социальных сетях было указано, что она работает в администрации подмосковного города Серпухово. А сейчас эта информация удалена. Владимир Путин периодически обращал внимание на сообщения из бегущей строки. В одном из них было написано, что прямая линия – это шоу спецслужб. Но нет, сказал президент, силовики тут ни при чем. Я понимаю, что это вопрос с подтекстом, но я вас уверяю, никакого отношения ни одна спецслужба России к сегодняшнему мероприятию не имеет. Конечно, вы видели, что я готовился к этой прямой линии. Вопросы поступали давно, уже понятен вектор этих вопросов. Понятны вопросы, которые больше всего волнуют людей, но это все-таки прямая работа со страной, с гражданами страны. Прямая работа по выявлению наших узких мест и работа по поиску решений этих проблемных вопросов. И решения подчас прямо в ходе нашего диалога. Когда закончились темы международной политики, экономики, социальных проблем, пошли вопросы о личном. У Владимира Путина спросили, за что ему бывает стыдно. Честно говоря, даже сложно сейчас об этом говорить, но тем не менее. Это было в начале 2000-х годов. Я много передвигался, много ездил. Страна была в очень сложном положении. И куда-то мы прилетели, в какой-то регион. Уже конец рабочего дня, где-то уже к ночи. Темно. Это было, по-моему, осенью. Слякоть, грязь. И куда-то я перебирался, шел там по этой слякотью к машине. И вдруг появилась женщина, ну, такого же преклонного возраста. Что-то невнятно сказала. И вдруг упала на колени. Отдала мне записку. Я сказал, что обязательно посмотрю. Забрал, отдал помощникам. И ее потеряли. Никогда этого не забуду. Вот. Мне сейчас стыдно. Вот. Поэтому вот все, что до меня доходит, в руки попадает, я все стараюсь отработать, ну, как бы, по полной. Вы знаете, не всегда можно решить вопросы. Некоторые есть нерешаемые. Я почти уверен даже наверняка, что там было теперь. Прочитав уже десятки таких записок, наверняка что-нибудь о помощи сыну, который сидит в тюрьме, или еще что-нибудь в этом роде. Но дело не в этом. Дело в том, что ее потеряли. На вопрос, почему президент остается таким вежливым, когда Россию все поливают грязью, Путин ответил, что на это повлиял город, в котором он вырос. Я не думаю, что я уж такой вежливый. Но, тем не менее. Ну, во-первых, я хоть и во дворе рос, но все-таки в Ленинградском дворе, в Питерском. Да, в Питере и внешняя среда призывает к определенной гармонии. Это не пустые слова, на самом деле это так. Внешняя среда, архитектура города, она очень гармонична. Она не может не оказывать влияния на человека и на формирование, так сказать, его понимания, что такое гармония. Первое. Второе, все-таки и Эрмитаж, и Русские музеи, и БДТ. Все это часть среды, в которой я рос. Но и политическая культура, это часть нашей общей культуры. И если у кого-то этого не хватает, то это их проблемы. В-третьих, я все-таки представляю Россию. И Россия высокообразованная страна с высоким уровнем культуры. Про это я никогда не имею права забывать. Были и совсем странные вопросы. Например, у Путина спросили, не инопланетянин ли он. Президент ответил сдержанно, отметив, что он человек, и у него есть доказательства. Как и все люди, глава государства любит путешествовать. Известность мешает отдыху, но не работе, признался он и добавил. Не обязательно ездить инкогнито, чтобы знать о происходящем в стране. Во-первых, я езжу по стране. Первое. Второе. Я бы действительно хотел отдохнуть свободно и неузнаваемо. Но я понимаю, что это нереалистично. Это невозможно. Поэтому я исхожу из реалий жизни. В-третьих, поездка, даже длинная поездка, вот как я в свое время ездил на Жигулях, там 2000 километров проехал по Дальнему Востоку, инспектируя вновь построенную дорогу между Хабаровском и Читой. Это одно. Но даже если появляться где-то неузнаваемым, но все равно это не даст полной картины о происходящих в стране событий. Потому что ты смотришь просто конкретные места, смотришь конкретные ситуации. А страна у нас большая и все сразу не концентрируется в одном месте. Для того, чтобы понять, что происходит в стране в целом, нужно иметь информацию из разных источников. Второе. Третье. Я езжу по стране и смотрю. И даже через свежепокрашенную траву и скамейки видно, что происходит в реалиях на месте. Понимаете? Видно. Поэтому я и дальше буду продолжать ездить, но отдыхать придется так, как это возможно. В продолжении темы отдыха у Путина спросили, не надоело ли ему быть президентом. Ответ был лаконичным. Нет, иначе я бы не стал баллотироваться на этот срок. Во время прямой линии главе государства доложили о решении проблемы с китовой тюрьмой в Приморье. Оттуда начали выпускать узников. Пока на машины погрузили двух косаток и шесть белух. Впереди 2000 километров к Охотскому морю, где животных и выпустят. Грузовики будет сопровождать команда из 70 человек. Это тренеры, ученые и ветеринары. Обо всем этом рассказали президенту. Он объяснил, почему косаток и белух не выпустили раньше. О том, как начали освобождать узников китовой тюрьмы, наш корреспондент в Приморье Сергей Ланин. Сегодня из той самой китовой тюрьмы первые шесть белух и две косатки отправились в сторону Охотского моря, в Хабаровский край, где их выпустят. Причем выпустят по лучшему сценарию в местах их обитания, в местах, где их и выловили. Шесть белух и две косатки. Их перевозят автотранспортом. Для этого погрузили в специальные ванны с соленой морской водой. По три белухи и по одной косатки в фуру помещаются. Их отправили автотранспортом до места. Добираться им примерно 1800 километров. Действительно очень далеко. И они будут ехать пять дней по меньшей мере. И четыре перегрузки их ждет в пути. Довольно тяжелый маршрут. Но, как мы сегодня узнали, везти косаток и белух морем еще опаснее, потому что их укачивает. И это чревато для здоровья. Поэтому выбрали наилучший вариант. Это довольно неожиданный случай. Действительно, никто до сегодняшнего дня даже не подозревал, что готовится этот выпуск. Более того, буквально две-три недели назад владельцы китовой тюрьмы на судах заявляли, что не намерены выпускать косаток, что животные их собственность, а никакого распоряжения суда, который бы их заставил выпустить животных, нет. И его нет по сей день. Но каким-то образом сегодня просочилась информация до местных зоозащитников. С утра они дежурили возле той самой китовой тюрьмы. Это довольно закрытое учреждение. Они дежурили на судке, смотрели за тем, что происходит в тюрьме. И действительно какое-то необычное движение, необычная активность. Ну, многие догадывались, что именно во время прямой линии с Путиным будет видеосвязь, видимо, с китовой тюрьмой так и произошло. Действительно, довольно быстро животных погрузили в машину и отправили в сторону Хабаровского края. Давайте послушаем, что по этому поводу думает специалист Гринпис по морским мелькопитающим Аганес Таргулян. Хорошо бы перевозка животных каким-то образом контролировала. Слухов очень много, очень разных методов. Ну, например, что Хабаров очень близко к китайской границе. Как бы кто-нибудь не пропал. У нас же уже пропадали белухи, косатки, да? Они исчезали. Белухи и косаток выловили в летом 2018 года. На это было получено разрешение Росрыболовства. Разрешение звучало как вылов научно-просветительских целей, целью продажи за границу. Позже, мы знаем, в судах экологам удалось протестовать это разрешение. Признать его незаконным такое решение вынес в суд Сахалина. Это четыре компании, которые между собой связанные и филированные. Они получили разрешение каждые по три косатки и по 22 белухи. Но в процессе было выловлено, мы знаем, 90 белухи. И 12 косаток одну отпустили прямо тогда же летом в море. А в Приморье доставили только 11. И, к сожалению, не все пережили зимовку. Более того, этой же зимой пограничное управление ФСБ начали проверку. Они приходили, собирали ученых и общественников вместе, приходили с проверками еще в январе в скетовую тюрьму. Результатами проверки стали иски от пограничного управления ФСБ, который сейчас рассматривает Владивостокский суд. По трем компаниям решение уже вынесено. Компании оштрафованы на крупную сумму. Общая сумма около 122 миллионов решений по четвертой компании будет рассматриваться на следующей неделе.